В Искитимском районе на границе с Берском заложили первый камень на месте будущего завода. Здесь планируется производственный комплекс по переработке масличных культур. Завод станет первым резидентом Южного промышленно-логистического парка Новосибирской области. В этот проект было одобрено заседание Совета по инвестициям в Новосибирской области под представительством губернатора. На площадке построят элеваторный комплекс, пункт приема сырья, производственные линии. Общий объем инвестиций составит чуть меньше 4 миллиардов рублей. Это не просто предварительная оценка и заинтересованность, а конкретный проект. Здесь работы начаты. Получено разрешение в августе на земляные работы. Позавчера получено разрешение на основные строительные работы. И объявлены сроки завершения первой очереди через год фактически. Инвесторы давно подыскивали место для строительства такого завода. Эта площадка оказалась самой привлекательной. Здесь не только очень много сырья, сельхозяйственной продукции. Здесь очень важны логитики. Что на юг, на восток, что на запад развитие очень хорошее. Основной продукцией завода станет рапсовое и льняное масло. Его планируют поставлять в Китай на экспорт. В данном случае это польза и для района, и для сельского совета. Это все-таки у нас Мичуринский сельский совет получает дополнительное налоговое поступление от НДФЛ. Ну а в целом, и само предприятие, оно очень важное. Большую работу будет выполнять. Это и переработка сельхозпродукции, это и рабочие руки, которые, кстати, тоже будут с нашего района. Компания планирует реализовать проект в две очереди. Предусмотрено создать 255 новых рабочих мест. Продолжение следует...